Итак, поехали. DAISY – децентрализованная система искусственного интеллекта. Так это расшифровывается. Вообще DAISY изначально означает «маргаритка». Это название «цветочка», название «цветка». Сразу же начинаю с предупреждения о рисках, либо с дисклеймера. И всех прошу доносить информацию правильно. DAISY не является инвестиционным проектом. Здесь нет инвестиций в трейдинг. Здесь нет никаких фиксированных процентов, которые, может быть, в других хайповых проектах присутствуют. DAISY – это краудфандинговая платформа, через которую мы с вами можем вкладывать деньги в развитие суперинтеллекта, новые технологии и в партнерстве с компанией «Эндотек» из Израиля. Два дня назад мы проводили встречу с руководством компании «Эндотек». Я думаю, что многие из вас на этой встрече были. И вы поняли примерно, во что, собственно, краудфандинг у нас будет происходить, что такое суперинтеллект. И, конечно же, прикольно находиться на стыке нескольких трендов. Во-первых, это тренд, собственно говоря, искусственного интеллекта. Сейчас многие об этом говорят. Во-вторых, это тренд смарт-контрактов. В-третьих, это тренд краудфандинга, сетевого бизнеса. И все это смешалось у нас воедино. И поэтому можно смело сказать, что Дези – это прорывная модель, прорывной бизнес. И Дези для индустрии сетевого бизнеса делает, наверное, что-то сравнимое с тем, что в свое время Амазон сделал для индустрии электронной коммерции. То есть Дези – это сдвиг парадигмы. И поэтому очень многие люди по всему миру сейчас заходят на это видение, потому что до сих пор никто не предлагал модель, основанную на смарт-контракте, в комбинации с реальным продуктом. У нас намечена первая фаза на 15 декабря 2020 года. 15-го же числа пройдет огромный-огромный онлайн-семинар на 50 тысяч человек с синхронным переводом на 12 языков. И состоится это где-то в 4 часа в 16 часов по Москве. Более подробный будет анонс в ближайшее время. Обязательно приходите. Это будет бомбезное такое мероприятие, потому что я думаю, что побьются все рекорды, особенно сейчас в эпоху ковида. Сейчас мы все в онлайне работаем. Я думаю, что удастся побить рекорды, особенно на предзапуске того или другого MLM-проекта. Ожидается много тысяч человек со всего мира, из Азии, из Европы, из Африки, из Латинской Америки, из стран СНГ. И, конечно же, это событие будет феерическое. Итак, это новая категория финансового бизнеса, сочетание краудфандинга на смарт-контракте с прозрачным трейдингом на искусственном интеллекте. Это то, что сейчас уже есть. Эта система трейдинга работает 3 года. И 2 дня назад у нас представители Эндотек, доктор Анна Бекер и Дмитрий Гущин, рассказывали о том, как это все работает. И я лично тестирую на своих счетах на Binance эту систему с марта месяца. На нескольких счетах и на всех абсолютно счетах у меня есть положительные результаты. Где-то это 60%, где-то 80%, где-то 200%, но еще нигде не прошел один год. Значит, за нашим генеральным партнером из Израиля стоит доктор Анна Бекер. Вы можете проверить ее страницу в LinkedIn. Вы знаете, что для людей бизнеса, для деловых людей очень важно иметь профиль в LinkedIn. Там можно посмотреть ее биографию, ее послужной список и проверить некоторые, скажем так, связи ее, деловые связи и почитать отзывы других людей о предпринимательских способностях Анны. Я не буду сейчас подробно рассказывать о том, кто такая доктор Анна, тем более 2 дня назад она сама о себе рассказала. Здесь на слайде указаны основные какие-то моменты из ее биографии. В частности, она говорила про это. Она в 20 лет решила нерешаемое математическое уравнение, которое не могли решить ведущие ученые в течение 30 лет. И об этом уравнении есть ссылка. Справа она в Википедии помещена. Если вы на английском можете читать, можете почитать, ознакомиться. В 2011 году компания под руководством Анны Бекер под названием Strategy Runner была продана за сумму 3,75 миллиона долларов крупнейшему брокеру на тот момент MF Global. На эту тему есть тоже статья. Ну и плюс еще один такой примечательный момент, который, кстати говоря, помогает привлекать институциональных инвесторов. Компания Endotec. Это 2017 год. Анна Бекер стала членом комитета по борьбе с мошенничеством на финансовых рынках. И общаясь с Анной последние несколько месяцев, я все больше и больше убеждаюсь, что это профессионал с большой буквы. Она не является маркетологом, она не говорит какие-то лишние слова, не дает никаких лишних обещаний и, наоборот, старается очень реалистично показывать те достижения, которые есть у нее и те продукты, которые на сегодняшний день есть у компании Endotec. Команда докторов по искусственному интеллекту под управлением Анны разработала более 20 торговых систем, которые успешно используются инвестиционными компаниями в США, Европе и Азии. Чтобы вы понимали, мы запартнерились с компанией, которая разрабатывает в течение многих лет алгоритмические решения для хедж-фондов, для инвестиционных банков. И это, по сути дела, компания, которая ничего не имеет общего с индустрией MLM, мало работала с розничными инвесторами, но при этом Анна всегда замечала, что в этой индустрии финансовой царит несправедливая ситуация. Люди, у кого много денег, зарабатывают еще больше, а у кого мало денег, попадают в разного рода скамы. И я думаю, что вы со мной согласитесь, сейчас на рынке MLM огромное количество всяких разных пирамид, либо скрытых пирамид, либо хайпов, и не знающие, не понимающие, как устроен финансовый рынок сетевики, партнеры очень часто попадаются в эти ловушки и теряют свои кровно заработанные средства. Здесь же ситуация такая, что деньги будут идти под управление Анны, под профессиональное управление Анны. Это будет абсолютно прозрачный процесс, и эта система управления будет проходить аудит от одной из топовых аудиторских мировых компаний. Сама компания Endotec основана в 2012 году, и с 2017 года Анна вместе со своей командой вышла на рынок криптотрейдинга с использованием технологий искусственного интеллекта. Есть трехлетняя статистика на сайте endotec.io. Вы видите на слайде сайт компании Endotec, можете туда зайти. Вы можете ознакомиться с результатами и даже со статистикой различных торговых стратегий. Я сейчас об этом не буду говорить, не буду на это тратить время. Опять-таки два дня назад у нас подробно Дмитрий рассказывал, показывал прямо по сайту Endotec, как это все работает. Вот это пример институционального клиента, вход от 125 тысяч долларов, минимум 1 миллион долларов нужно вложить, чтобы вы понимали вот тот уровень, тот порог входа, который существует для некоторых типов стратегий. Мы же с вами можем через дези присоединиться, прикоснуться к этой системе, всего лишь начиная от 100 долларов. Это еще один бот. Здесь видно, что с 1 декабря 2019 года по 9 ноября, то есть считайте, что за период около одного года, заработано 331%. Это один из ботов, это не является какой-то гарантией, это не значит, что так произойдет обязательно и в будущем, но тем не менее. А вот следующий скрин, он вообще с ног сшибательный, потому что недавно компания внедрила алгоритмические решения стратегии с использованием плеча. И этот бот, он работал с плечом X10 на Binance и заработал астрономические буквально прибыли владельцам аккаунтов за очень короткий срок. Мы видим, что с 1 сентября по 9 ноября, то есть за период 2 месяца, заработано 297%. Это на самом деле очень круто. Я использовал похожий бот, на самом деле здесь неправильно написано, это бот Bitcoin X10, а не эфир. А я как раз лично в своем аккаунте тестировал эфир и тоже там из 4 тысяч долларов мне удалось за 20 дней за счет одной крутой сделки, за счет огромного роста эфира в сочетании с плечом заработать из 4 тысяч я доходил до 12 тысяч. То есть я такого никогда за свою карьеру в криптомире не видел. Это все было прямо на моем счету и до сих пор, собственно говоря, есть. Сейчас небольшая там просадочка и дальше надеюсь на то, что опять будут успешные сделки. Итак, Endotech – это реальный действующий бизнес в сфере финтех. Капитализация на декабрь 2020 года, вот сейчас в предзапуске DASY – это 100 миллионов долларов. Капитал под управлением только от розничных инвесторов – это 10 миллионов долларов. Плюс есть еще институциональные инвесторы. И это тот стартовый пункт, с которого мы начинаем. И дальше благодаря DASY, конечно же, и капитализация, и капитал под управлением будет очень-очень стремительно расти. А вот это та технология, в которую мы, собственно, делаем краудфандинг. Это технология DASY AI. AI – это значит искусственный интеллект. И у нас есть две DASY, да, чтобы вы понимали. Первая DASY – это сама эта технология суперинтеллекта. А вторая DASY – это вот система краудфандинговая на смарт-контракте, маркетинговая система DASY. То есть есть две DASY, одинаковое название, но это абсолютно, скажем так, разные, ну, разные смыслы в этого все заложено, да. Технология на разработку и тестирование которой требуется 10 миллионов долларов, да. Анна скоро предоставит отчет, на что эти 10 миллионов требуются более подробно, то есть это зарплата, это сервера, это будет полтора года развиваться эта система. И Анна, как ученый, будет руководить группой экспертов мировых и разрабатывать эту систему. Она про это говорила два дня назад. Если что, вы можете в записи переслушать непосредственно из уст Анны, что же это такое. И для чего это нужно нам? Во-первых, для того, чтобы заработать какую-то денежку на потенциальном росте акций в будущем, да, потому что все люди, кто приобретают пакеты, получат в будущем акции компании Endotech. Это раз. И два, для того, чтобы мы с вами получили более, скажем так, более прибыльные, более крутые результаты от торговой системы Endotech. То есть Endotech при помощи этой новой системы сможет увеличить ту доходность, которая есть сегодня в текущей системе, да, еще на несколько порядков. И мы с вами будем, по сути дела, иметь практически эксклюзивный доступ, как розничные инвесторы. И это уже, наверное, через полтора года у нас случится. И мы все предвкушаем, что доходность от трейдинга вырастет. Система краудфандинга. Как я уже сказал, нужно привлечь 10 миллионов долларов, но это не 10 миллионов долларов в пакетах, а это 10 миллионов, заработанных на верхнем аккаунте матричной системы. И этот верхний аккаунт, он отдан специально под краудфандинг, он будет генерировать определенную прибыль от маркетинга. И в кабинетах все будут видеть индикатор, который будет показывать, сколько уже заработано. То есть, например, 500 тысяч, 700 тысяч, когда доходит до 10 миллионов, значит, таргет уже закрыт. И значит, что компания Endotech через систему Deasy привлекла необходимую для разработки этого суперинтеллекта сумму. И плюс, помимо этого, нам нужно через продажу краудфандинговых пакетов собрать 500 миллионов долларов под управлением, опять-таки, Анны под управлением компании Endotech. Это тоже часть краудфандинга. Вот эти полмиллиарда, они нужны для чего? Для того, чтобы максимально дать нагрузку торговым системам сегодняшним и для того, чтобы брать данные из живого рынка, чтобы максимально эффективную систему нового поколения разработать. Вот эти два таргета, когда будут достигнуты, тогда краудфандинг в фазе номер один закончится, начнется в фазе номер два. Средства, которые в фазе номер один накопятся, они планомерно будут переходить в хедж-фонд. Об этом я еще скажу в ходе презентации. И потом компания Endotech планирует проводить IPO. Скорее всего, это будет в середине 2022 года. Потенциально это может быть на австралийской бирже, но это еще не обязательно. И 10% всех акций компания Endotech будет раздавать как раз участникам системы DASY. 5% всем участникам, кто покупает пакеты, еще 5% тем лидерам, которые выполнили условия быстрого старта. Дорожная карта. Начинаем с 2012 года. Основание компании Endotech. 2017 год внедрения криптовалютного трейдинга. 2018 год начало коммерческого использования криптотрейдинга. На искусственном интеллекте первые клиенты появились у компании Endotech. Ноябрь или декабрь 2020 года капитализация компании 100 миллионов. Декабрь запуск фазы 1 DASY и партнерство Endotech с системой DASY. 2021 год это финансирование, привлечение 10 миллионов на разработки технологии DASY AI. И достижение полмиллиарда под управлением в условном таком фонде DASY Fund. Напоминаю еще раз вам, что юридически это не инвестиции в трейдинг, это часть краудфандинга. Вот этот DASY Fund, он по сути является краудфандинговым фондом. И эти деньги там используются как результат краудфандинга для того, чтобы разрабатывать наиболее эффективную систему. 2022 год это завершение разработки суперинтеллекта и IPO компании Endotech. Ну и далее выход на новые рынки, такие как Forex, это 2022 год. Привлечение еще дополнительно 1 миллиарда под управлением. И последний пункт это 2023 год, это выход на фондовый рынок. То есть, когда будет запущен хедж-фонд, тогда уже можно будет использовать торговые системы Анны на других финансовых рынках. Так, сейчас одну секундочку. Я вижу тут в чате у нас все очень культурные, поэтому я его временно закрою. Двигаемся дальше. Смарт-контракт на Trone. Trone это, как вы знаете, одна из топовых криптовалют. Она в CoinMarket, по-моему, на 16 позиции сейчас находится. И почему смарт-контракт разрабатывается на Trone? Потому что Trone позволяет масштабировать систему. То есть, очень много участников можно привлечь, и блокчейн нормально будет на это реагировать. Потом в Trone очень низкие комиссии, потому что каждый раз, когда здесь будут продаваться пакеты, покупаться пакеты и выплачиваться комиссии партнерам, на это требуется определенный газ, определенные комиссии. И в Trone они гораздо ниже, чем в том же эфире. Поэтому сейчас это определенный тренд. Смарт-контракты на Trone. Смарт-контракт чем хорош? Смарт-контракт тем, что он позволяет полностью автоматизировать отношения между партнерами, клиентами, фондом, позволяет масштабировать сети краудфандинг, имея минимальные расходы на комиссии сети, является гарантом прозрачности системы. Здесь невозможно, как я уже говорил, никого терминировать, невозможно украсть комиссии у кого-то, это часто бывает в MLM, невозможно зажать здесь деньги, невозможно задержать выплаты, потому что выплаты проходят децентрализованно и мгновенно. Именно поэтому сейчас смарт-контракты по всему миру набирают обороты, но единственная проблема, то что до сих пор все проекты на смарт-контрактах не предлагали никакого реального продукта. То есть это были просто такие кассы взаимопомощи, такие системы своего рода МММ на блокчейне. И люди просто платили деньги, получали деньги и играли в эти игры. Значит, Dezzy впервые совместила смарт-контракт с реальным продуктом, о котором как раз я уже только что и рассказал. Краудфандинговая возможность. Я уже перехожу непосредственно к продукту. Минимальный вход это 100 долларов. Первый вход 100 долларов, он дает возможность входа в матрицу. И после этого вы уже видите в кабинете вашу структуру, вы видите, как та часть, которая ушла в трейдинг, как она работает, какой потенциальный доход она приносит. И далее после этого у вас есть возможность приобретать также новые пакеты. Вот здесь обратите внимание, вот эти пакеты, их приобретают партнеры на один аккаунт, то есть здесь не несколько аккаунтов. Вы зашли в структуру со 100 долларами, после этого вы можете покупать пакеты за 200, за 400, за 800, за 1600, за 3200 и так далее. Видим, что каждый следующий пакет в два раза больше, чем предыдущий. Суммарно, если приобрести все 10 пакетов, это будет стоить 102 300 долларов. И есть большое количество партнеров, кто в первый день намерен приобрести все 10 пакетов. И обращаю ваше внимание на то, что нельзя купить, например, сразу же 9 или 10 пакет. Нужно все пакеты купить от маленького до большого. Каждый раз, когда покупаются пакеты, естественно, выплачиваются комиссии. Поэтому, если у вас кто-то в структуре покупает 10 пакетов, это значит, что 10 раз вы получаете комиссии с этих проплат. Это очень важно. И все эти проплаты, все эти пакеты покупаются на один аккаунт. То есть нет такого, что каждый пакет покупается на новый аккаунт. А такого здесь нет. И видно, что с первого по седьмой пакет 50% от стоимости пакета идет в трейдинг. Идет в трейдинг. А 50% идет в маркетинг. И что самое важное, поскольку это краудфандинг, то в каждый пакет входят доли. Когда краудфандинг закончится, вот эти доли будут конвертированы в акции компании Endotec. Каждому партнеру нужно будет пройти верификацию, кто хочет акции получить. И будет акционирование. И после этого уже акции можно будет либо продать назад компании Endotec. Вероятно, да, такая опция будет. Либо оставить себе, получать дивиденды потенциально. Либо дождаться IPO. И после IPO на открытом ликвидном рынке их можно тоже будет продать. И вот только с этой части, в принципе, каждый партнер при удачном стечении обстоятельств, если трейдинг и в следующем году будет такой же успешный, как в последние три года, можно будет заработать значительную прибыль. А пакет 8, 9, 10, здесь идет распределение не 50 на 50, а 70 на 30. То есть мы видим, что в трейдинг идет 70%, а в маркетинг идет 30. Таким образом, у партнеров, у кого бюджет больше, чем 10, чем 20 тысяч долларов, есть стимул покупать более высокие пакеты, потому что более выгодная ситуация создается на той части, которая идет в трейдинг. Здесь, я думаю, все понятно. Давайте двигаться дальше. Значит, мы поняли, что есть 10 пакетов. С 1 по 7 распределение 50 на 50, с 8 по 10 распределение 70 на 30. Каждый партнер, кто заходит в бизнес-дези, попадает в матрицу. Это форсированная матрица. Сразу же сделаю оговорку, что форсированная матрица не имеет ничего общего с делящимися матрицами или со столами, как их называют, которые работают по принципу заполнения матрицы, потом перехода в другую матрицу. Здесь совершенно другая система. Слово матрица такое же используется, но маркетинг абсолютно иначе работает. Форсированная матрица означает, что партнер, которого вы размещаете в своей структуре, автоматически будет размещен в первое свободное место, сверху вниз, слева направо. И вот здесь видно, как это работает. Первый сценарий без переливов. Если вы приглашаете трех человек, вот они встают под вами раз, два, три, ну здесь под цифрами 2, 3, 4, да. Следующий человек встанет сюда, потом сюда, 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 сюда. То есть видим, да, здесь слева направо идет размещение, но при этом оно еще и сбалансировано. Соответственно, 14-й участник, он встанет под пятого, он уже встанет в третий уровень. И таким образом система, она будет заполнять все дырки в этой матрице. И если вы активно приглашаете партнеров, то у вас матрица будет хорошо заполняться. Второй сценарий с переливами просто показывает, что здесь возможны переливы. Они не обязательно у всех есть. И люди, у кого лидерская позиция в сетевом бизнесе, не сильно на самом деле торгуются и просят переливов от спонсоров, а скорее сами создают перелив в своей структуре. Вот это настоящая лидерская позиция. Переливы возможны. Здесь показаны варианты переливов. Они могут быть самые разные, но в любом случае переливы работают по тому принципу, что заполняется первая свободная ячейка, первая свободная позиция сверху вниз, слева направо. И часто мне задают вопрос, окей, хорошо, матрица понятна, переливы понятны, а что вообще здесь обычный участник может получить, если он никого не приглашает? Я поэтому специально подготовил данный слайд и покажу вам три варианта пассивного дохода в системе DAISY. Итак, первый вариант – это владение акциями, это потенциальный доход от продажи акций Эндотек или получение дивидендов в будущем. Об этом я уже сказал. Эта история не быстрая, не будет здесь ежедневного, ежемесячного дохода, первый может быть год или полтора, но по истечении этого срока в один год или в полтора, может быть, года, человек сможет какой-то доход здесь получить. Опять-таки, при условии, что капитализация компании Датек будет расти, а это зависит напрямую от того, насколько успешные торговые стратегии будут в 2021 году, в который мы сейчас заходим. Второе – это вознаграждение от трейдинга. Опять-таки, часть денег, либо 50, либо 70% от вашего пакета идет в трейдинг, и там может генерироваться прибыль. Она может генерироваться, сразу же делаю оговорку, может и не генерироваться. То есть, возможно, какой-то минус в этой торговле. В течение какого-то периода, одного, например, или двух месяцев мы можем наблюдать просадку 5%, 7%. Это нормально, потому что торговая стратегия «Эндотека» – это не столько трейдинг, сколько инвестиции в трейдинг. Инвестиции всегда предполагают среднесрочный подход или долгосрочный, и всех клиентов здесь нужно ориентировать хотя бы на полгода, на один год. То есть, по истечении года здесь прибыль какая-то ожидается. Но если рассматривать период одну неделю или один месяц, то совершенно не обязательно, что эта прибыль будет начислена. Прибыль начисляется только тогда, когда закрываются успешно позиции на рынках. Здесь в основном торгуется «Юз ДТек» биткоина, «Юз ДТек» эфиру. И это второй тип пассивного дохода в системе Тези. Даже если вы никого не приглашаете, за счет первого варианта пассивного дохода, за счет второго вы можете как минимум окупить свой пакет. И как максимум сделать достаточно хорошую прибыль, заработать какие-то иксы потенциально. И номер три – это потенциальные переливы в матрице. Матрица так устроена, что первые два уровня не требуют квалификации. Если к вам по счастливому стечению обстоятельств пришли партнеры в ваш первый уровень и ваш во второй уровень, то вы можете максимально заработать 48% от вложенных в краудфандинг средств. И такие партнеры, естественно, будут. И активные очень лидеры здесь, особенно в начальном этапе, заходят, которые будут сотни людей приглашать к себе в первую линию. И таким образом вы можете и с этого третьей части зарабатывать какую-то денежку. Это может быть максимально 48%, может быть 4%, 8%, 12%. Все будет зависеть от того, насколько активно под вас будут заходить люди, переливы от вышестоящих спонсоров. То есть это отнюдь не гарантия, но это может случиться. Вот это три типа пассивного дохода в системе Тези. Опять-таки никаких гарантий здесь нет, никаких фиксированных процентов здесь нет. То есть это долгосрочная система, долгосрочная идея. Но что самое важное, то что здесь никто не должен пострадать. Как минимум все должны вернуть свои деньги при удачной торговле эндотека. Трехлетняя статистика очень положительная. Если дальше все так же будет, то мы ожидаем, что как минимум никто здесь не будет в минусе. И это очень-очень важно, потому что до сих пор все, что было на рынке, работало с точностью до наоборот. То есть те люди, кто продвигали бизнес, зарабатывали. Обычные инвесторы, особенно которые заходили не в самом начале, в основном теряли деньги, потому что рынок очень жестко работает и очень тяжело найти какую-то реальную торговую систему. И я сейчас перехожу к маркетингу, потому что очень многие спрашивают, как же здесь можно заработать, как конкретно. Я не буду совсем подробно рассказывать. Тема наша сегодняшняя – это не школа по маркетингу, но я пройдусь по основным моментам, покажу, как здесь можно заработать. Маркетинг этот нужно, наверное, пару раз переслушать, чтобы понять, как это все работает. Может быть, сходу вы не все поймете, но реально он очень-очень денежный и он логично выстроенный. Итак, есть доход на входе и есть доход от выводимой прибыли. То есть на входе – это когда продаются пакеты и с этого выплачиваются комиссии. А от выводимой прибыли – это когда клиенты в вашей структуре зарабатывают деньги от торговли, от трейдинга и выводят вознаграждение, вы будете получать резидуальный процент. Вот на выходе – это линейный маркетинг, это линейка. На входе – это матричный. То есть сам маркетинг системы DAISY – это гибрид, матрицы и линейки. И вот эта таблица – это, в принципе, основная таблица по матричному бонусу. Видно, что матрица 3 на 10. 3 на 10 – это означает, что в первом уровне у вас 3 участника, дальше под каждым из них тоже по 3, получается во втором уровне 9, потом 27, 81, и в итоге в сумме будет 88 500. Это в случае, если вся матрица гармонично заполнится. Конечно, такого не будет, будут какие-то дырки, какие-то веточки более активно пойдут, какие-то менее активно. Но смысл в том, что потенциально может быть около 89, 88 500 участников этой матрицы. Это достаточно много. Я напоминаю, что все эти участники могут покупать пакеты не один раз, аж 10 раз, с первого по десятый пакет. И максимально-максимально можно заработать здесь, вы сами видите, 198 миллионов долларов. Это если все эти участники приобретут все 10 пакетов. Что, конечно же, не случится. У нас 9-10 пакеты будут покупать, конечно же, в процентном соотношении не так много партнеров, потому что просто эти пакеты стоят дорого. Первый пакет все будут покупать, потому что без него нельзя попасть в систему. Дальше 2-й, 3-й, 4-й, 5-й тоже очень многие. С 6-го поменьше уже. И 8-й, 9-й, 10-й еще меньше людей будут здесь приобретать. Но в силу того, что просто дорого эти пакеты стоят. Для кого-то дорого, для кого-то это не так дорого. Для первых двух уровней, как я уже сказал, не требуется квалификация. Это означает, что даже если вы никого не пригласили, а просто попали в систему и ничего здесь вообще не делаете, вы можете практически в первый час или в первый день получить переливы и заработать с трех участников первого уровня, с девяти участников второго уровня. Например, если они берут первый пакет, и вы взяли первый пакет, заработать 4%. Это 4 доллара умножаем на 3.12, 9 умножаем на 4 доллара, 36. То есть в сумме 48 долларов, столько с первого пакета. Получается, по сути, вы практически половину своих вложений можете потенциально вернуть, если у вас эти переливы есть. Опять-таки, я не настраиваю никого на переливы. Хорошо, если они есть, но если их нет, ничего страшного. Вы можете сами создавать эти переливы вашим партнерам, активно здесь спонсировать людей. Далее, начиная с третьего уровня, появляются квалификации. То есть если вы никого не приглашаете, то вы зарабатываете только с первого и со второго уровня. С третьего вы уже не сможете зарабатывать. Чтобы зарабатывать с третьего, вам нужно 3 человека пригласить, и нужно, чтобы они лично сделали закупки на 1000 долларов минимум. С четвертого уровня нужно, чтобы 6 человек вы пригласили, и люди минимум на 2000 сделали закупки и так далее. И максимальная квалификация на 10 уровней предполагает, что вы пригласили 24 человека, и они сделали закупки суммарно на 128 тысяч долларов. Нет никаких здесь временных рамок, это может произойти накопительно за 2 месяца, за 3, за 4, но есть бонус быстрого старта, о котором я еще скажу, который является очень сильным стимулом для лидеров, чтобы сделать квалификацию на 10 уровней в течение первых 30 дней. Далее здесь видно, что с первого по седьмой пакет выплачивается всего 34%, первый и второй уровень 4% от стоимости пакета, то есть если пакет 100 долларов, то 4 доллара, если пакет 200 долларов, то 8 долларов и так далее. С третьего по восьмой уровень 3%, с девятого и десятого 4%. Вот здесь основные деньги, конечно, потому что это глубина и это ширина, и процент опять-таки вырос в конце, мы видим, он стал побольше. И, конечно же, вот здесь основные деньги для лидеров, кто квалифицирован на девятый и десятый уровень. А с пакетов 8, 9, 10 выплачивается в два раза меньше денег по той причине, то есть 17% в матрицу, по той простой причине, напоминаю, что с больших пакетов 70% идет в трейдинг и 30% только идет в маркетинг. То есть физически денег в маркетинг уходит меньше, поэтому и выплата по матричному бонусу меньше. Зато все остальные бонусы выплачивают ровно столько, сколько и с маленьких пакетов. Здесь, думаю, что все понятно. Двигаюсь дальше. Далее показано, что если вы приобрели первый пакет, то вы получаете комиссию с первого-второго уровня. Вот здесь вот на примере показано, что вы и на третий уровень квалифицированы, видите, стоит галочка, а вот на четвертый вы уже не квалифицированы. Вот так это может выглядеть. И у каждого в кабинете будет такой индикатор, будет видно, на какое количество уровней вы квалифицированы. И подсказка, сколько нужно человек привезти в бизнес и какой объем продаж, какой объем они должны закупить лично пакетов для того, чтобы закрыть ту или другую квалификацию. И далее система так работает, что если вы купили только первый пакет и не купили второй, то вы будете зарабатывать по матрице только с первых пакетов. Таким образом, если вы сами зашли на 100 долларов, у вас в структуре идут продажи второго пакета за 200 долларов, третьего за 400 долларов и так далее, вы вот с этих более высоких пакетов не зарабатываете. То есть система работает таким образом, что вы зарабатываете, вот здесь написано, ваш личный пакет напрямую определяет, с каких пакетов вы зарабатываете по матрице. Купили все 10 пакетов, значит вы по матрице будете зарабатывать со всех 10 пакетов. Не нужно, конечно же, сразу же бежать и покупать 10 пакетов, если у вас нет для этого средств. Вы можете планомерно повышать ваш уровень по мере того, как структура ваша будет расти, по мере того, как вы можете зарабатывать комиссии со структурой. И с этих же самых комиссий вам все комиссии будут приходить на кошелек Tron непосредственно, мгновенно на ваш личный, и оттуда вы можете просто закупать новые пакеты. То есть можно так делать. Лидерский вход, конечно же, минимум пакетов 5, такой хороший вход, чуть больше, чем 3 тысячи долларов. 7 пакетов – это еще лучше. Кто-то берет сразу же 10. Естественно, есть люди, кто как инвесторы заходят, им интересно, чтобы деньги работали в трейдинге. Вот через этот краудфандинг, через систему Дези люди инвестируют достаточно большие средства. И плюс, купив 10 пакетов, вы можете стать VIP-клиентом. Об этом я еще отдельно тоже расскажу, что это такое. Здесь понятно, да, итак, вы, если купили первый пакет, вы получаете только с первых пакетов. Чтобы получать со вторых пакетов, вам нужно отпереть вот этот замочек, и таким образом вы начнете получать со второго пакета, отопрете этот с третьего пакета и так далее. Здесь показано, как работает... Так, прошу прощения. Как работает динамическая компрессия. Значит, как она работает. Вот это очень важно, да. Если у вас в глубине прошла продажа, и кто-то зашел на пятый пакет, система будет искать 10 человек сверху, которым нужно будет выплатить матричный бонус, потому что он выплачивается на 10 уровней по матрице. И, естественно, выплаты будут идти только тем партнерам, у кого лично закуплен этот пятый пакет. И вот система увидит, да, что сначала идет тот, кто купил только первый пакет, пропустит его, потом четвертый пакет пропустит, потом увидит, а вот этот человек, он имеет все пять пакетов, ему выплатят 4%. То есть, как будто бы он будет первый спонсор, да, первый уровень оплайна. Этого человека система пропустит следующего, потому что у него только уровень двух пакетов. Этот человек, он лично купил 6 пакетов, ему опять-таки 4% придет. Этот человек будет пропущен, здесь будет 3%. Понимаете, да, как это работает? То есть, вот этому человеку 4, этому 4, этому 3. Дальше вверх будет система дальше искать. 3%, 3, 3, 3, 3, 3. И самые последние два уровня будет по 4%. Так работает динамическая компрессия. Что это означает? По факту это означает, что если у вас более высокий пакет закуплен, то вы будете за счет динамической компрессии зарабатывать деньги не только с 10 уровней матрицы, но и с большей глубины, даже с 20 уровня, с 30, с 40, с 50. Потому что за счет динамической компрессии, особенно если у вас закуплен 8, 9, 10 пакет лично, вы сможете притягивать, притягивать как магнит комиссии с более глубоких уровней. Вот эта динамическая компрессия, она на самом деле лидерам будет платить огромные деньги, огромнейшие средства. И это, я думаю, в первый день, прямо после открытия системы, лидеры оценят и увидят. Далее, 5% это прямой бонус личных продаж. То есть, вы зашли на любой пакет, даже на самый маленький, на 100 долларов, или на второй пакет, на 200, это неважно, делаете продажи, у вас человек покупает первый пакет, вы 5% мгновенно в тронах получили, второй пакет 5% получили и так далее. Нету никаких квалификаций на прямой бонус. А вот далее, следующий бонус, это матчин бонус. Матчин бонус это 10% с матричного дохода партнера в первой линии. То есть, вы пригласили какого-то партнера, он работает, строит структуру, он с матрицы получает вот эти 4, 4, 3, 3, 3% и вы с его дохода будете 10% автоматически получать. Так же мгновенно все выплаты происходят. Но здесь есть квалификация, и вы будете получать 10% от того уровня матричного бонуса, который будет соответствовать вашей личной квалификации в матрице. То есть, если вы квалифицировались, например, на 5 уровней в матрице, лично вы на 5 уровней матрицы квалифицированы, то тогда вы будете получать 10% от матричного дохода ваших партнеров в первой линии, заработанного с 5 уровней. То есть, если вы кого-то пригласили, и он получил матричный доход, например, с 6 уровня, то эти деньги пройдут мимо вас, потому что ваша личная квалификация в матрице всего лишь на 5 уровней. Вот здесь это показано. В этом слайде видно, что Generation 5, 5 уровней, и стоит галочка. А на 6 уровень вы пока что не квалифицированы. Стоит вам квалифицироваться на 6, с того момента вы будете получать матчин бонус уже согласно вашему уровню, вашему уровню закупки 6 пакета. Бонусы быстрого старта. Вот это вот такая крутецкая тема, потому что она стимулирует людей очень быстро начинать здесь двигаться и строить бизнес, потому что она дает дополнительные такие плюшки, очень ощутимые. Во-первых, самая маленькая плюшка – это то, что если вы за первые 30 дней квалифицируетесь на какой-то уровень с 3 по 9, например, на 5 уровень матрицы, матрицы, система ровно через 30 дней после вашего захода увидит, что вы квалифицировались на 5 уровень и даст вам бесплатно в качестве вознаграждения 6 уровень. То есть вы начнете получать, как будто бы вы квалифицировались на 6 уровней матрицы. Здесь, я думаю, все понятно. Если вы на 8 уровней квалифицировались, то вы получите 9. Вы получите 9 в подарок. Так это работает. Первые два, напоминаю, что не требуют квалификации. Но вот если вы на 10 уровней квалифицировались, на 10 уровней в течение первых 30 дней, то тогда вы выполняете быстрый старт. И этот быстрый старт, он дает вам две огромные привилегии, два огромных бонуса. Во-первых, вы получаете доли из пула 5% акций. Помимо того, что в любом пакете каждого участника есть какие-то доли, даже те люди, кто никого не приглашает, получают эти доли, которые потом будут в акции эндотека конвертироваться. Помимо этого, все участники, кто выполнил бонус быстрого старта, получат часть из акций, еще из 5% акций эндотека. Итак, эндотека суммарно отдаст 10% партнерам Дези. И понятно, что вот эта часть, она будет гораздо больше, она в десятки раз больше будет, чем та часть, которая в пакете. Потому что людей, кто квалифицировался на 10 уровней матрицы в течение 30 дней, их будет не так уж и много. Это уже такая лидерская квалификация. Хотя, еще раз напоминаю вам, чтобы это сделать, нужно 24 человека лично пригласить, и чтобы они закупили на 128 тысяч долларов продуктов, то есть пакетов. Причем это может быть 2-3 таких сильных инвестора, кто большие суммы вкладывает в краудфандинг. А остальные пакеты все могут быть по 100 долларов. То есть могут быть разные комбинации, это абсолютно не важно, какие комбинации, кто сколько пакетов берет. Важно, чтобы выполнились вот эти два условия. Здесь, я думаю, все понятно. И вот эта вот часть, она еще более такая динамичная. И моя, наверное, самая любимая фишка в маркетинге. Как только вы закрываете быстрый старт, квалифицируетесь на 10 уровней матрицы, с этого момента вы начинаете получать в режиме реального времени со всех глобальных продаж часть от глобального товарооборота. Как только в какой-то стране, например, в Японии, или в Корее, или во Вьетнаме, или там, не знаю, во Франции, в Германии, в любой стране прошла продажа любого пакета за 100 долларов или десятого пакета за 51 тысячу долларов, 1.1% от этой суммы берется, откладывается и делится на количество квалификантов, тех людей, кто квалифицировался на быстрый старт на 10 уровней матрицы в течение 30 дней. Если вы попадаете в число этих лидеров, то вы тогда начинаете буквально с первой секунды получать бесконечный поток тронов на ваш кошелек с каждой продажи по всему миру, с каждой глобальной продажи. Естественно, это будет очень классный рекрутинговый инструмент, то есть вы сможете просто достать смартфон и показать, вот ко мне приходят троны буквально каждую секунду, каждую минуту. Где-то в мире кто-то продал пакет, не обязательно в вашей структуре, и вы сразу зарабатываете какую-то копеечку с этого. Естественно, это будут небольшие, каждая выплата будет из себя представлять какую-то маленькую-маленькую денежку, это могут быть копейки, это могут быть центы, но суммарно за сутки будет ощутимая сумма накапливаться и мы ждем с нетерпением запуска дези для того, чтобы все увидели сами, какой потенциал в себе несет этот бонус быстрого старта. Двигаемся дальше. Здесь я уже объяснил по поводу этого, 5% акций будет после окончания краудфандинга поделено среди лидеров, кто тоже быстрый старт выполнил, и эти акции, как я уже сказал, либо можно будет продать после IPO, либо оставить для получения потенциального получения дивидендов. Далее идет самый лидерский, самый серьезный такой бонус, самый сложный для выполнения, но самый денежный – это инфинити бонус, это бонус инфинити с продаж, и есть еще бонус инфинити резидуальный с прибыли, который выводят ваши клиенты, о нем я тоже расскажу чуть позже. Итак, что такое бонус инфинити? Бонус инфинити означает, что если вы в течение 30 дней, опять-таки, смотрите, опять-таки первые 30 дней, насколько они важны в этом бизнесе, сделаете товарооборот 1 миллион долларов, при условии, что в каждой ветке приходит не больше, чем 50% от общего объема, то есть вам нужно иметь минимум 2 ветки, понимаете, да, что это означает. Либо же, если вы не успеваете это сделать за 30 дней, то вам можно накопительно этого результата добиться 10 миллионов, в таком случае нужно сделать товарооборот накопительно за 3 месяца, за полгода, за любой срок, с тем же условием, что одна ветка может давать не более 50% об общего объема, то тогда вы попадаете в инфинити клуб, и вы начинаете получать 1% от всех продаж без лимита в глубину, без ограничений в глубину, именно поэтому бонус называется инфинити, да, то есть бонус бесконечности. Обращаю ваше внимание на то, что этот бонус выплачивается по линейке, и подсчет здесь идет чисто по линейке, то есть переливы здесь никак не участвуют. В маркетинге DESY есть две структуры. Первая структура – это матричная с переливами, вторая – это линейная, и все квалификации, они выполняются по линейке, по линейному подсчету. Что такое линейка? Это когда вы кого-то лично приглашаете, эти люди тоже кого-то приглашают, у вас личная генеалогия формируется, и вы будете в кабинете видеть, сколько у вас объем продаж именно личной генеалогии, и сколько не хватает до того, чтобы закрыть вот этот бонус инфинити, войти в клуб инфинити, и вы начнете получать 1%. Вот предположим, да, вы получаете 1% от всех продаж без ограничений в глубину, и появляется второй человек в вашей структуре, который тоже выполнил такое же условие. Что тогда произойдет? Тогда произойдет следующее. Вот это вот вы, вы получаете 1%, этот человек получает 1%, то есть 100% матчин бонус, это тоже значит 1%, и всего выплачивается 2% на два уровня квалификации. И потом появляется еще третий участник, то есть понимаете, вы квалифицированы, еще один человек и третий человек в одной и той же ветке, да, в одной и той же ветке мы говорим. И этот человек, точнее, неправильно говорю, вы, человек, который находится выше всех, будет получать полпроцента со всех продаж, дальше 1% и 1%. Суммарно будет 2,5% выплачиваться, и этот бонус будет очень-очень ощутим. Обращаю ваше внимание опять-таки на то, что здесь, если, например, вот такая ситуация возникла в какой-то из веточек, то она возникла в конкретной ветке. Это значит, что, например, с других веток вы будете получать свой 1% по-прежнему, да, если никто не будет блокировать вам этот бонус. Ну, я думаю, что подобные маркетинги вы встречали в других компаниях, это, в принципе, достаточно классический прием и очень классный стимул для того, чтобы человек более активно делал продажи в системе, потому что бонусы без ограничений в глубину – это достаточно большая привилегия. А вот здесь вот резидуальный линейный доход – это уже второй тип вообще выплат в системе DESI, то есть первый тип – это продаж с пакетов. Когда продается пакет, мгновенно выплачиваются бонусы в кошелек в Tron. Второй тип выплаты – это резидуальный бонус. Как он работает? Он работает очень просто. Здесь уже линейка включается, не матрица, и на 10 уровней, компрессированных уровней в глубину вы получаете процент от выводимой прибыли. Как это работает? Каждый клиент в системе DESI может в любой момент вывести свою прибыль. Мы это называем не словом «прибыль», а словом «вознаграждение», или по-английски «rewards», потому что юридически это краудфандинг. То есть деньги в краудфандинге генерируют какие-то вознаграждения. Если вы видите, что вознаграждение сгенерировано, нажимаете на кнопку «вывода». Как только вы нажали на эту кнопку, то часть денег переходит вот сюда, а именно 12,5% идет на 10 поколений. С первого поколения вы получите 3,5%. И здесь квалификация идет зеркальная, такая же, как квалификация в матрице. Если вы в матрице квалифицированы на все 10 уровней, то вы и на выходе, когда ваши клиенты выводят эти вознаграждения, будете получать их с 10 уровней. Если вы не квалифицированы, то бонус уйдет следующему квалифицированному партнеру наверх. Таким образом работает динамическая компрессия именно на выходе. И здесь показано вообще, как математика резидуального бонуса работает. Например, Боб заработал 1000 долларов в дези фонде, вот в этой системе, и он выводит прибыль. 70% он получит себе, только 70%. То есть то, что вы будете видеть в кабинете, как ваше вознаграждение, из этой цифры вы только 70%. 70% можете забрать, потому что на что-то должна существовать компания Эндотек, и какие-то денежки должны в маркетинг выплачиваться. Еще 15% в данном примере 150 долларов уйдут на оплату, комиссию за прибыль компании Эндотек, и еще 15% 150 долларов уйдет в дези крауд, это в маркетинг означает. И вот эти 15% распределяются таким образом. 2,5% инфинити, бонус, о котором я уже рассказал, и 12,5%, как я только что показал, 10 поколений линейки. И этот резидуальный доход будет платиться следующим образом, при помощи компрессии, здесь видно, если человек не квалифицирован, то он будет пропускаться, и дальше бонус будет выплачиваться. То есть в данном случае, если вы спонсор этого Боба, Боб выводит 1000 долларов из системы, то вы получите в момент, когда он нажимает на кнопку вывода, в момент, когда он получает, точнее, эти деньги, вы получите 35 долларов, в данном случае, да, при данном раскладе. Ну и опять-таки картинка, которую вы уже видели, это тот же инфинити бонус, но который платится уже с выводимой прибыли, с выводимых вознаграждений. Все то же самое, 1% плюс 1% плюс 0,5%. То есть три уровня квалификации в одной линии предусмотрены. Если у вас еще более глубоко кто-то квалифицировался, то тогда вы просто обрубаетесь от этого бонуса по конкретной линии, да, и вы будете получать этот бонус только по другим линиям, потому что только 2,5% может уйти с выводимой прибыли, либо на входе с продажи, да, с пакетов в этот бонус. Здесь, я думаю, тоже все понятно. И то, что касается квалификации, опять-таки, да, обратите внимание на то, что если вы квалифицировались на инфинити в течение 30 дней, например, да, и попали в инфинити клуб, то вы начинаете зарабатывать этот инфинити бонус как на входе, так и на выходе, да, то есть квалификация один раз делается, ее не нужно подтверждать потом, и вы начинаете зарабатывать по одному проценту, или там еще по одному, или по полпроцента, то есть в сумме 2,5% в систему идет, как на входе, так и на выходе. Три категории клиентов. Очень важный момент, поскольку этот бизнес изначально задумывался как клиентоориентированный бизнес, то здесь есть категория VIP клиентов. Значит, я вам говорил уже о том, что с первого по седьмой пакета 50% идет в фонд, идет в трейдинг, с восьмого по десятый пакет 70% с более дорогих пакетов, и как только вы купили 10 пакетов, вы становитесь VIP клиентом, и вы можете минимально 20 тысяч долларов вкладывать сумму непосредственно на своем счете, на бинансе, через API-ключи, и тогда 100% ваших средств уйдет в фонд. И здесь уже юридически это будет инвестиция, вы подписываете контракт непосредственно с эндотеком, и вы становитесь VIP клиентом, то есть элита всей этой бизнес-системы, и у нас, естественно, будут партнеры, кто будет вкладывать достаточно большие суммы сюда, потому что есть доверие к эндотеку, есть определенная история торгов, и каждый партнер, он может пройти вот эту ступеньку, купить все 10 пакетов, планомерно, может быть, заработанных денег и стать VIP клиентом. Здесь написано преимущество VIP клиентов, вот в принципе это все уже объяснил, и маркетинг VIP клиентов, так же, как сама программа VIP клиентов, это все запускается чуть позже, при запуске Дези этого не будет, скорее всего, это будет с января, либо с февраля, потому что у эндотека просто нет ресурсов, чтобы обслуживать людей, чтобы персонально подбирать каждому какую-то торговую стратегию, согласно предпочтениям того или другого клиента, и сейчас все ресурсы эндотек бросает на Дези, на партнерство с Дези. Но так или иначе, со всех этих заработанных прибылей VIP клиентами, так же будет выплачиваться так же на 10 поколений бонус с прибыли на кошельки Трона, согласно линейной генеалогии, то есть тоже здесь маркетинг есть, но здесь маркетинг только на выходе, потому что на входе 100% средств клиента идет в торги, то есть здесь в матрицу никак это не попадает. Будет ежемесячный аудит. Все говорят, окей, докажите, что эти торги реальны, что эндотек это не вымысел, и что доктор Анна – это живой человек. Значит, как это будет доказываться? Во-первых, будет ежемесячный аудит, либо это будет ежемесячный, либо ежеквартальный аудит, бухгалтерский финансовый аудит от международной крупной компании. Сейчас как раз эндотек ведет переговоры, и скоро появится информация, кто будет делать этот аудит. Аудит будет показывать, какая сумма под управлением, какие конкретно сделки делались, на каких счетах Бинанса, и ни у кого не будет сомнений, что деньги реально приходят из трейдинга. Второе – это живые торги на личных счетах VIP клиентов, VIP инвесторов. Здесь понятная ситуация, если вы стали VIP клиентом, и у вас на вашем счету на Бинансе идет реальная торговля, то я думаю, что никаких сомнений здесь не будет, что это все реально, когда на ваших глазах, на вашем счету растут деньги. И третье – это живые торги на личных счетах тестеров. Тестеры – это небольшая группа людей, это в основном на русскоязычном рынке, в том числе я вхожу в эту группу, кто в течение последних месяцев тестирует систему Эндотека на своих личных счетах. То есть у меня есть такая история, на нескольких счетах прибыль реально генерируется, она может быть небоснословная, может быть с марта месяца 80%, с июля месяца 60% на одном из ботов, но это реальные цифры, это реальная прибыль, и я ее вижу. Вот так будет работать примерно кабинет, то есть будет два раздела, один раздел крауд – это маркетинг, здесь будет все по маркетингу, описано, структура будет показана, квалификация и так далее, там будет показано, какой доход по каждому бонусу будет приходить, по прямому бонусу, по инфинити и так далее. И второй – это фонд, возможно, перед запуском чуть-чуть мы название изменим из юридических соображений, потому что это не инвестиционная компания, это не инвестиции в трейдинг, и такие слова, как фонд или фонд, они на некоторых рынках неудобоваримы, возможно, терминология чуть-чуть изменится, вот сейчас последние дни перед запуском, как раз последние моменты. И здесь, в этом разделе фонд будет показано, сколько денег всего у компании «Дотэк» под управлением, сколько денег конкретно ваших под управлением, тех денег, которые через краудфандинг пришли, и какие вознаграждения вы уже заработали с этих денег, то есть все там будет видно, все там будет понятно. Если вы какое-то вознаграждение видите, вы можете нажать на кнопку в любой момент и вывести это вознаграждение прямо к себе на кошелек трона. Как только вы выводите, напоминаю, ваши спонсоры, также на 10 поколений, кто квалифицирован, будут получать какую-то небольшую копейку, какой-то бонус. Итак, маркетинг на этом, в принципе, заканчивается. Систему я показал, концепцию, думаю, тоже показал. Почему мы можем сказать, что меняем правила игры в MLM? Потому что здесь полная прозрачность. Кстати говоря, технический аудит смарт-контракта сейчас уже проводится, и до запуска он будет закончен, и будет официальный отчет о том, что смарт-контракт соответствует полностью тому, что декларируется. То есть маркетинг-план в точности так работает в этой программе, в этом софте, в этом смарт-контракте, как он описан в официальных презентациях системы DESY. И плюс будет прозрачность со стороны продукта, как я сказал, будет уже финансовый аудит, не технический, а финансовый. То есть тех средств, которые под управлением Эндотека. Второе – это, конечно же, реальность. То есть в данном случае все реально, нет никаких легенд. Вы знаете, очень часто MLM, так называемые компании, используют легенды, и люди верят в эти легенды, особенно неграмотные. Здесь никаких легенд нет. Здесь все как есть, так все и говорим. То есть ничего здесь не нужно придумывать, никаких гарантий никто здесь не дает. Здесь можно потенциально потерять средства, потенциально заработать. Статистика прошлых периодов хорошая, последних трех лет. Что будет дальше, мы не знаем. И мы в эту игру играем добровольно. Я здесь со своим партнером, с Эдуардом, вы с ним познакомились, строю бизнес на один аккаунт, также захожу в эту систему, как, скажем так, независимый дистрибьютор, независимый партнер, и строю этот бизнес, веря в то, что здесь будут хорошие результаты от трейдинга. То есть вы каждый здесь принимаете решения сами. Никто здесь ничего не гарантирует, никаких фиксированных процентов ежедневных, естественно, здесь быть не может. Но исходя из прошлых, из последних трех лет, из статистики, мы верим в то, что система торговли, эндотека, которая работает на искусственном интеллекте, особенно после того, как суперинтеллект будет разработан, она будет работать в течение долгого срока. Верим в долгосрочность этого финансового направления. Легальность, понятное дело, что все делается абсолютно легально. Америка подключаться к нам не может. Американские IP-адреса здесь будут блокироваться, то есть мы работаем в других регионах, в других странах. Америка обычно только проблемы создает. И глобальность. Мы видим, что сейчас уже перед запуском огромное количество стран и топ-лидеров присоединяются к Дези. И хотя Дези еще не запущена, о нем говорят очень многие топ-лидеры с разных стран. И мы ожидаем в первый день десятки тысяч, может быть, сто тысяч даже платных клиентов. То есть будет, скорее всего, фурор. И, возможно, какие-то рекорды здесь будут побиты. Вот так работает рабочая, так работает система Дези, это рабочая карта. Я хочу просто резюмировать, чтобы вы поняли еще раз, как это все работает. Вы заходите через Tron Wallet, либо через Tron Link, любой кошелек на троне, либо через Clever. Путем получения реферальной ссылки вашего спонсора вставляете эту ссылку в кошелек Tron Wallet, либо Tron Link, либо Clever в раздел браузера. У вас должны быть троны минимум на 100 долларов, эквивалент 100 долларов. И вы заходите в систему. Вы инвестируете таким образом в краудфандинг в тронах. Попадаете в систему Дези. Автоматически вы получаете доли, которые потом преобразуются в акции после краудфандинга, доли компании Endotec. И дальше деньги делятся на две части. Первая часть идет в маркетинг, мгновенно выплачивается на кошельки Tron всех партнеров, которые находятся выше в структуре, либо которые квалифицированы на те или другие комиссии. А вторая часть, она переходит в Дези фонд, в этот условный Дези фонд. Это тоже часть краудфандинга. И эти деньги, они под управлением Endotec, под управлением Dr.Anna. И они генерируют определенный реворд, определенные вознаграждения, которые, если вы хотите выводить, выводятся в любой момент и попадают также на ваш кошелек Tron Wallet. Вот так, собственно, все и работает. Все очень-очень просто, если честно. Значит, как здесь можно зайти в систему? Сейчас никак нельзя зайти в систему, потому что проект еще не запущен. Но как только это все будет запущено, то вы сможете зайти следующим образом. Вам нужно, в принципе, сейчас заранее скачать кошелек. На смартфоне Tron Wallet, наверное, самый популярный. На компьютере, если вы хотите заходить и использовать бэк-офис, Tron Link в расширении Google Chrome хорошо работает. Готовите сумму Tron минимум на 100 долларов, чтобы зайти в систему. Получайте ссылку пригласителя, покупайте первый пакет, занимайте место в матрице, и дальше уже делайте апгрейды, начинаете приглашать людей, давать свою реферальную ссылку. То есть дальше все закручивается после этого. Ну и часто задается вопрос, окей, хорошо, вот это первая фаза, когда она закончится, что будет дальше? Дальше та часть денег, которая под управлением Endotech по дорожной карте, она должна переходить в регулируемый хедж-фонд, потому что крипторынок, он все-таки не резиновый, он очень маленький. И 300-500 миллионов – это максимальная сумма, которая может генерировать какую-то прибыль. То есть если соберется целый миллиард, то просто доходность будет падать. Поэтому так или иначе, компания Endotech нужно будет заходить в другие регулируемые рынки. И чтобы попасть в регулируемые рынки, финансовые, Форекс или фондовый рынок, нужно иметь лицензии и нужно уже работать в таком более серьезном правовом поле. Потому что крипта, она не так еще сильно регулируется. Поэтому по дорожной карте должен открыться хедж-фонд, и средства по желанию партнеров могут направиться в этот хедж-фонд. Более подробно об этом, скорее всего, в январе-феврале уже будет информация. Сейчас пока что ее нет. Это с одной стороны. С другой стороны, когда закончится краудфандинг, первый этап, когда будут собраны деньги на финансирование суперинтеллекта, после этого будет второй этап, вторая фаза. И, скорее всего, через уже, скажем так, устоявшуюся систему DASY, где есть ваши структуры, где есть ваши квалификации, скорее всего, можно будет краудфандить какое-то другое направление. Что это будет? Опять-таки, позже, в январе, в феврале, может быть, в марте, будет информация от DASY, и мы с вами тогда поймем, что конкретно это будет. То есть, в принципе, это краудфандинговая платформа, и первый проект краудфандинговый – это финансирование суперинтеллекта с компанией Endotech. То есть Endotech – это отдельная компания, DASY – это отдельная система, и помимо Endotech в будущем могут быть другие партнеры, которые будут привлекать финансирование через систему DASY. Я думаю, понятно объяснил, и еще напоследок хочу сказать про капитализацию. Вот этот слайдик я тоже добавил, чтобы вы понимали, его нужно было слайдик чуть-чуть в другое место перенести, но тем не менее, чтобы вы понимали, как капитализация компании Endotech растет от того, что вы приобретаете пакеты, чтобы вы понимали примерно, какая ценность акций, долей, которые входят в пакет. Итак, вы заходите на маленький пакет 100 долларов, на примере вот этого маленького пакета покажу. 50 долларов, то есть половина идет в трейдинг из этой суммы, половина идет в маркетинг. И через год, допустим, консервативный такой сценарий возьмем, заработана прибыль 100%, то есть 50 долларов. Реворд, видим, вознаграждение 50 долларов. Комиссия за прибыль Endotech, мы помним, выплачивается 15%. 15% от 50 долларов – это 7,5 долларов. И так как финтех-компании, особенно те, которые работают с искусственным интеллектом, на публичном, на открытом рынке, на ликвидном рынке, на фондовом рынке оцениваются с коэффициентом, с мультипликатором 1 к 20, то на самом деле вот эти 7,5 долларов нужно умножить на 20, и получится сумма в 150 долларов. То есть вы приобрели пакет за 100 долларов, и при скромном результате от торговли, при скромном результате, а исторически он был побольше у Endotech, и сейчас еще они добавили боты с плечами, и возможно будет еще больше результат, уже ценность от этого может быть через год заметно выше. Вот таким образом можно примерно проследить и понять, как будет расти капитализация компании Endotech, и какую выгоду вы сможете получить от владения акциями компании Endotech. Это такой просто был тоже вспомогательный слайд. На этом, друзья, я заканчиваю. Вместе мы творим историю Дези. Мне очень приятно было это презентовать вам. Я надеюсь, что я на большинство вопросов ответил, хотя сами вопросы от вас не слышал, но вот, по крайней мере, по маркетингу основные моменты показал. Итак, на этом я закругляюсь. Давайте мы попробуем. У нас тут просто в чате люди матерятся. Давайте я попробую открыть чат, и, возможно, у вас будут какие-то вопросы. Ну, если опять-таки пойдет мат, то тогда будет без вопросов. Да, вот я вижу какие-то вопросы. На какой период рассчитан смарт-контракт? Он рассчитан на тот период, на период таргета, то есть 10 миллионов на верхнем аккаунте от маркетинга и полмиллиарда максимально средств под управление. Когда эти два таргета будут достигнуты, то смарт-контракт на прием денег, он закроется. Сумма депозита. Смотрите, здесь нет депозита, здесь нет тела инвестиций, потому что это не инвестиции в трейдинг. То есть юридически это краудфандинг. Поэтому вот та сумма, которая в краудфандинг ушла в торговую часть, она по окончании краудфандинга она вернется на кошелки Трона, либо перейдет в хедж-фонд. То есть вы сами сможете выбирать. Из трейдинга раньше забрать сумму. Если вы имеете в виду ту часть, которая зашла из пакетов, да, из краудфандинга, то раньше нельзя забрать эту сумму, потому что это деньги ушли в краудфандинг, и юридически здесь, ну, как бы их нельзя забрать. Переход на следующий уровень. За счет выполнения квалификации, возможно, только один или можно за месяц два-три уровня. Да, конечно же, можно хоть за один день все эти уровни пройти. То есть это не проблема вообще. Вопрос номер пять. Если зарегистрировался, но не оплатил, как идет сеть дальше? Нельзя здесь зарегистрироваться и не оплатить. То есть вы, купив первый пакет за 100 долларов, попадаете в матрицу. Если вы ничего не купите, то вы в матрицу не попадаете, соответственно, вы не регистрируетесь. Правила первых 48 часов, я не знаю, что это такое, не могу ответить вам, что это такое. Почему блокчейн Трона, я могу объяснить Мурату, очень просто, потому что блокчейн Трона максимально рассчитан на максимальную нагрузку на блокчейн, на десятки, на сотни тысяч партнеров, и в нем самая маленькая комиссия на транзакции. Она практически нулевая, реально, если сравнивать с эфиром, поэтому смарт-катракты сейчас в основном делаются на Троне. То есть такой самый последний тренд, и Трон – это на самом деле достаточно серьезная монета, серьезная экосистема, поэтому выбрали именно Трон. Где можно подробно ознакомиться с трехлетней успешной торговой историей? На сайте Endoteca. В презентации я показывал endotec.io. Можно подробнее о бонусе быстрого старта, когда вам дают еще одну квалификацию, сразу же или через месяц. Все квалификации, если вы бонус выполняете быстрого старта, идут мгновенно, мгновенно. То есть как только… Я понял ваш вопрос. Если вы закрыли за 30 первых дней квалификацию, например, на 5 уровней, то вы получите шестой уровень по прошествии 30 дней. Но если вы закрыли все 10 уровней, например, за 5 дней, то не нужно ждать, пока месяц закончится, эти 30 дней. Как только вы закрыли 10 уровней, вы начинаете получать бонус быстрого старта. Вот это 1.1% от всех пакетов, поделенные на количество квалификантов. Как поменять пакет, если ты, например, на 3 пакета, а потом 5 купил, сначала начинаешь? Так, я не совсем понял здесь вопрос от Мерлана. Здесь пакеты покупаются с маленького до большого. Первый пакет, второй пакет, третий пакет и так далее. Здесь нельзя как-то пропускать пакеты. Слайд 23. Давайте так, я конкретно про слайда 23 сейчас не буду говорить, потому что не помню наизусть, что там было. Это такой частный случай, потом разберемся. Платить за пакеты, конечно, можно только со своего кошелька, через который, собственно, открывается сам сайт, сама система. Можно ли вводить средства, какое минимальное? Так, ту прибыль, то вознаграждение, которое генерирует, собственно, сама вот эта вот торговая система, ее можно вводить в любой момент. Если вы за полгода ничего не выводите, то система так построена, что она снимет сама 30% комиссию, потому что эндотек не может ваши деньги держать в торговле и с этого ничего не зарабатывать. Поэтому 30% будет в любом случае сниматься каждые полгода, если вы ничего не будете извлекать. А очень многие люди не будут снимать вообще прибыль, вознаграждение, потому что сложный процент никто не отменял, и со сложным процентом больше можно в течение, например, года заработать. Кстати говоря, исторические данные, статистика компании эндотек, она основана именно на стратегии со сложным процентом. Не линейная стратегия, со сложным процентом. Копию видеотрансляции получить, да, Томас, привет, можно, естественно, будет ссылка. Почему я выгляжу как голограмма? Хороший вопрос, может быть, я уже и есть голограмма. Столько в онлайн-бизнесе лет работаю, что превратился в голограмму. На самом деле это просто потому, что я использую бэкграунд, вот этот вот логотип DESY я использую как бэкграунд, и поэтому я выгляжу как голограмма, и так достаточно это интересно выглядит, да, похоже на голограмму. Так, друзья, больше я вопросов не вижу, тогда на этом я закругляюсь. Спасибо за хорошие вопросы. Спасибо, что до конца досидели. Я думаю, что вы поняли, как работает система DESY, и если у вас какие-то вопросы остались, задавайте уже через спонсоров, через других партнеров. Можно ли оплачивать своего кошелька покупку пакета другим? Вот здесь хороший вопрос. Нельзя, потому что каждая покупка каждого аккаунта должна быть от отдельного другого кошелька. То есть так здесь система построена, да, на смарт-контракте. То есть на каждый аккаунт должен быть отдельный кошелек. Ребята, Томас, обязательно приеду в Грузию, в Тбилиси и в Батуми тоже. Спасибо, что до конца досидели. Если вам информация зашла или не зашла, вы можете по 10-бальной шкале дать обратную связь от 1 до 10, насколько вы поняли то, что я вам показал, рассказал. Я постарался максимально, собственно, и слайды делал, максимально доходчиво, чтобы максимально люди поняли. Вам огромное спасибо. Так, вижу, что много десяточек. Запись обязательно скину. Всем спасибо. Я думаю, что следующая презентация уже будет после запуска. До запуска я лично проводить презентацию не буду, но еще до того, как пройдет запуск, персональные лидерские встречи лично я для своей команды, конечно же, буду проводить. Поэтому с лидерами постоянно остаюсь на связи и работаю ежедневно с утра до вечера. Сон очень сейчас короткий, работы очень много на всех языках, которыми я владею. То есть это не только на русском языке. Друзья, всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.